Друзья, всем привет! С нами сегодня Роман Цымбалюк, ну и, конечно, я, Алена Васильева. Рома, привет и слава Украине! Привет, Алена! Живи Беларусь, живи вечно. Спасибо. Дякую, приятно. Рома, как это ни странно, я тебя тоже хочу сегодня поспрашать чуть-чуть про Беларусь, вернее, твою точку зрения по событиям, которые происходят, не только про Беларусь, по событиям, которые происходят с Александром, мать его, Лукашенко. Вот, как это видится, скажи тебе? Все? Путин его сломал? До конца? Ну, до конца будет это понятно, когда белорусские молодые парни, белорусские военные будут штурмовать, или, точнее, не штурмовать, а пытаться штурмовать Вильнюс, Варшаву или Киев. Ну, или три направления одновременно. Потому что, как выяснилось, по риторике Александр, извини, Григорьевич Лукашенко сейчас переплюнул даже многих российских пропагандистов и, в принципе, уравнялся с ними. Вот это, наверное, самый единственный и главный момент. Потому что, я вот смотрю за его публичной деятельностью, он постоянно с людьми в военной форме рассказывает, с какой стороны готовилось на Беларусь нападение. С другой стороны, возможно, вот он таким вот образом вот эту вот свою бурную деятельность словесную проводит, для того, чтобы все-таки в войне не участвовать. Но это, наверное, главный и единственный критерий. И вопрос, будет ли белорусский солдат воевать или нет, он остается актуальным. И здесь, я думаю, ты со мной согласишься, вероятность 50 на 50. Сейчас никто уже с точки зрения здравого смысла на эту ситуацию исключительно не смотрит. Потому что нападение на Украину тоже, с точки зрения российского интереса, это абсолютно логичное действие. Но это же произошло, так что даже я у тебя спрошу, русские парни посмотрели Олю Скобееву и готовы на войну, или они все-таки умнее? Нет, они никогда не были готовы на войну. Нет. Просто, понимаешь, у меня вот после 3-го числа, ты помнишь, наверное, вот это его 3-го июля выступление возле Кургана Славы, когда даже мы уже не привыкшие офигевать от того, что он говорит. Ну, я, например, прифигел, честно скажу. Я тоже. Да, потому что вот риторика уже была прям вот, вот идем, понимаешь, вот сейчас встали и идем. И я же наблюдаю, наблюдаю, что происходит в белорусской, так скажем, государственной прессе. Государственных и государственной, другой нет. Да, так вот, знаешь, у меня складывается ощущение, что решение на самом деле принято. Я могу ошибаться, 50 на 50, как ты говоришь. И у меня сложилось ощущение, что на самом деле он уже практически ничего не решает. А если и нет сегодня белорусских войск, его войск, то потому что Путин понимает, что их надо подготовить, или ему сейчас пока это не надо, объясню, или надо приучить население к неизбежности. Знаешь, как капелька за капелькой. В государственных СМИ начали писать союзные войска. Если раньше было российские, сейчас они называются союзные, например. То есть изменилась сама риторика при учении к тому, что это, безусловно, единое пространство. А поскольку армия категорически воевать не хочет, но ты понимаешь, что всегда можно найти энное количество отморозков или болота, или просто трусливых. Командующие могут быть и россиянцы. Они уже и есть, они поставлены в качестве командиров. Заградотряды тоже можно поставить. Людей, которые боятся, или просто полувата, тоже можно найти. При общем, скажем, нехотении населения. Поэтому у меня все меньше и меньше складывается ощущение, что он влияет на ситуацию. У меня в последнее время ощущение, что вот он, знаешь, приучает к мысли, что это произойдет. Ну, я могу, опять же, это 50, как мы говорим, да, это пальцем в небо, но судя по риторике. Риторика интересна. Я хочу тебе сказать, что российские государственные СМИ, они тоже используют словосочетание союзнические силы. Только в данном случае речь идет об оккупированном Донбассе. Как мы знаем, они Донецк и Луганск позиционируют как отдельные быстро растущие государства. Но об этом говорить не имеет никакого смысла, потому что понятно, что эта территория оккупирована так же, как и Крым. Но факт в том, что вот эти вот слова, они вряд ли случайно совпадают. Ну, а как ты думаешь, если Александр Григорьевич ни на что не влияет, то что Беларусь все? Ты имеешь в виду, теряет государственность? Ну, да. Ну, на данном этапе ты помнишь высказывание Путина после этой питерской встречи, когда он сказал, что все разногласия по подписанию союзного государства нами решены. Разногласий больше нет. Конечно, Александр Григорьевич хотел бы сделать финт в сторону традиционно, он может это попытаться сделать. Но Путин ведь не прощает, когда не сбываются его заявления. А такое он заявил первый раз. А представляешь, еще Лукашенко, который год назад бы подписал все бумаги или все разногласия вдруг разрешил. Такого невозможно было бы даже себе представить. Поэтому я боюсь, что на данном этапе, да. А что там? А это Советский Союз 2.0, Родианский Союз. Ну, там же речь идет о этих так называемых интеграционных картах и так далее. Это что? Общая валюта, общая армия. Общая валюта, общая армия союзная, общая экономика. Ну, знаешь, Советский Союз, когда республика имеет некоторые элементы самостоятельности, с центровым решаловым все в Москве. Ну, вот по большому счету так, единая валюта, да, это так. Единая таможенная зона, единая армия. Ну, собственно, основные составляющие общего государства, да, скажем так. То есть протекторат может превратиться просто в область или губернию. Если все пойдет так, как есть, и ничего не послужит триггером. А вот, кстати, тебя тоже об этом хотела спросить, но вернее обсудить. То я боюсь, что так. Я боюсь, что так. На данном этапе. Это не значит, что не будет освобождения в результате победы Украины. Но на данном этапе я вижу это так. Тут, знаешь, я, когда слушаю Александра Григорьевича, вот его вот эти вот военные заявления, они почему-то вместе с Владимиром Путином, его цепными собаками, ну, вот этими информационными теористами, все хоронят украинцев. Вот хоронят и говорят, что все тут украинцы поумирают. И вот когда он там на трибуне-то наступал, что там за мероприятие была большая сцена, он там еще даже белорусскую мову... А, да-да-да, недавно совсем. Да, да-да, и там вот у него был такой момент, что вот все украинцы обязательно должны погибнуть в случае чего-то, но если белорусская армия зайдет. Так вот, это очень ошибочное мнение, и белорусам, с которыми мы все-таки не враги, мне кажется, с белорусским народом, украинцы в своей массе, ну, мы не должны друг друга любить, ну, эта опция, она не обязательна, можно просто жить рядом и, ну, как минимум, друг друга не стрелять. Так вот, вот эта вот опция, она ошибочна, что на войне умирают только украинцы. И белорусам лучше этот вопрос уточнить у россиян, хотя и так все прекрасно понимают. А не знаю, грустно. Конечно. Я просто к тому, что вот когда вот это вот руководство начинает там рассказывать о том, что о сложном положении Украины и так далее, у нас тут, у нас как на войне. Вот разница, знаешь, вот в подходах. Вот. Возьмем президента Украины. Он даже неоднократно, ну, как минимум дважды говорил и о количестве погибших вслух. А вот российские товарищи, ну, и белорусские, почему-то эту тему как-то обходят стороной. А вот обходить не надо, потому что война, она всегда одинаковая. Кишки на выворот и голова с плеч. Вот, собственно, и все. И поэтому нам, я не знаю, вот у нас, во-первых, возможность вступления Беларуси в войну рассматривается очень серьезно с военной точки зрения. Потому что и части развернуты. Ну, в общем, там, некоторых, многих я знаю военных именно с этого направления, кто сейчас находится лично. Они говорят, ну, что мы, мы же военные, мы же не принимаем политические решения. Мы готовимся к обороне. То есть, АКО пороем, что там еще-то, минные заграждения и так далее, и так далее. Ну, вот, в общем, я это к чему веду, что вот эти вот истории про Вундерваффе, в белорусском варианте, это Полонез. Полонез сам не боится, да, как и Искандеры в свое время. Ну, вот просто опыт показывает, что ракеты, какое бы их количество ни было, они не гарантируют победу на поле боя. Потому что все равно в конечном итоге каждому непосредственному, более конкретно взятому пехотинцу, в российском варианте, российскому, а в белорусском, белорусскому, придется попробовать себя на украинской земле со всеми вытекающими последствиями. Ты знаешь, я думаю, что это понимают даже совершенно упорно, и на самом деле. Я, вот когда ты говоришь, кто пойдет, да, понимаю вот этот процент, кстати, про выступление Лукашенко в другом вооружском варианте. Я как раз смотрела на лица сидящих, по-моему, это был славянский базар, если я не ошибаюсь. Нет? Ну, какое-то мероприятие такое, может быть, да. Я просто смотрела его выступление, не скажу точно, что за мероприятие, но я смотрела на лица сидящих, это тоже энное количество людей в зале, немало, да, на улице, по-моему, это было. Ну, вот тебе и электорат, тот, который может пойти, да, ну, вот они же сидели там с определенными лицами, а армия все понимает, понимает и сам он, все понимают, что люди, которые пойдут, это фактически, если пойдут, сразу смертники. Ну, и я думаю, что огромное количество будет сдаваться в плен сразу. Помнишь, о чем мы говорили? Это тоже опасность, между прочим, возможно, оттягивание ситуации Путина, потому что он понимает, что самая, что огромная часть перешедшей границы может сразу сдаться в плен и пополнить, в том числе, полка Костюся-Кулиновского. Не плохой вариант. И так далее. Я знаю, что к этому готовится. Я тебе вот хотела спросить. Вчера я услышала по... Не из одного источника, я думаю, что и ты слышал. Во-первых, в НАТО сказали о том, что не видят ничего дурного в том, чтобы наносили со стороны Украины удары по базам военным, в том числе в Доларуси. Так, откуда летят ракеты, собственно, на нас сюда. И я услышала несколько командиров нашего ЗСУ, что такой вариант возможен. Насколько он возможен? И насколько, по-твоему, это может быть триггером в той же Беларуси? Какие-то действия. Ой, ты знаешь, вот эта история, она ограничена только двумя вопросами. Это добрая воля Украины, которая, конечно же, не заинтересована, чтобы Беларусь вступила в войну именно своими солдатами. Потому что белорусская территория, она уже преподносится, представляет для нас угрозу, потому что оттуда взлетают. А с точки зрения войны, если есть территория, с которой взлетают ракеты и самолеты, то тут не надо удивляться, что что-то прилетит назад. Возможно, это было связано с тем, что, видишь, мы настолько заняты войной с россиянами, что нам не до Беларуси, и лишний фронт нам объективно не нужен. Это просто интересно, на плане, когда Александр Григорьевич говорит, что вот атаковали базы тремя ракетами на территории Беларуси, то нам... В основном все происходит в Гомельской области. Да, только... Да, да. Только еще раз. Вот это позиционирование такое, значит, что, мол, республика Беларусь в данном случае такая маленькая беззащитная белая вещь. Ничего подобного. Еще раз. С территории Беларуси атакуют наши страны. Вот мы с тобой находимся сейчас в Киеве. С белорусской земли летят, ну, сейчас не летят в массовом таком формате, но, тем не менее, атаковали нас именно с Беларуси. И в Буче 64-я отдельная механизированная бригада оказалась, пройдя через Чернобыльскую зону, именно из республики Беларусь. Поэтому, как говорит Владимир Путин и его от этой банда, это называется законные цели. А сейчас, в связи с тем, что у нас даже появились средства поражения, то лучше так не делать. От этого выиграют, мне кажется, кажется, выиграют все. Кстати, вот это мероприятие, о котором мы вспоминали, это торжественное собрание по случаю Дня независимости Беларуси. Там, где вот Игоревич Игоревич выступал, я вот нашел у него на сайте. Это, знаешь, меня просто поражает вот эта вот риторика, направленная на то, что нас вот Украину называют монстром, всякими плохими словами, что мы там обязательно на кого-то нападем, стоили с другой стороны. Ну, я вам покажу, с какой стороны на Беларусь готовилось нападение. Но вообще-то на Украину напали. И в данном случае Александр Григорьевич, он больше похож на Муссолини, который подтявкивает своему старшему брату Адольфу Второму, он же Владимир Путин. Я по поводу Муссолини совершенно согласна. Совершенно согласна. Ну, то, что эта страна сюр, как и то, что происходит восточного соседа, это понятно. Понимаешь, зазеркалье, где все перевернуты. И ты знаешь мое мнение об ответственности. Я об этом не раз говорила. И я думаю, что... Я еще раз сделаю этот посыл. Я знаю, что меня за него ругают. Но не хотят многие соотечественники понимать это. Лукашенко не упал нам сверху. И свой стыд надо принять. Понимаешь? Свой стыд надо принять и перестать его маскировать. Во что-то, в обидки и еще прочее, прочее. Плюс мы с тобой говорили там прям с 20-го года, с конца. Ты знал мою позицию. И все это расплата за нерешительность, за у нас не Майдан, мы не делаем геополитический выбор и все остальное. Поэтому... Ну да. Это правда. Это закономил уток. Да, это закономил. Если геополитический выбор, в результате вы стоите перед угрозой, что на ваших сыновей и ваших мужей отправят на войну. Ну да, это не Майдан, это геополитический выбор. Все правда. Все правда. А теперь я вот, извини, нашел эту цитату, даже отвлекся ради этого. Что тут Александр Григорьевич говорит? У них политика, у украинских политиков и президента одна. Чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах фашистов из России и Белоруссии. Так вот, еще раз, вот эта вот фраза, она же, вот о чем я говорил, погибнет украинцев, ребята. Мы же тут не жертва. Вот я к чему все веду. И, знаешь, пока можно попытаться как-то использовать слово, ну, давай мы попробуем лишний раз сказать, что, а, лучше сюда не приходить, а если уже вас отправят, просто задавайтесь в плен, даже не в плен, в белорусском варианте, если вот не будет такого, как случилось с россиянами. Я думаю, что белорусов даже никто там задерживать не будет. Скажут, ну что, выезжайте в Европу, куда хотите уезжать. Я думаю, программы будут соответствующие. Потому что все в этом заинтересованы. То есть, видишь, как интересно получается, все нормальные люди заинтересованы в том, чтобы не стрелять в других людей и не умирать. И только вот эти двое безумцев, Лука и Ху или Пу требуют крови. Может, это происходит из-за того, что они сколько там, по 30 лет сидят в своих кабинетах? Наверное, дело с этим связано. Ну, конечно. Это вот, как ты думаешь, у кого-то в Беларуси вообще мысль закрадывается такая, что чем дольше они у власти, тем сильнее угроза со стороны НАТО. Ну, угроза в кавычках. Да, да, да. Да у многих. На самом деле, понимаешь, это надо попасть... В Аты было очень много, даже на момент моего отъезда. Сейчас, я думаю, какие-то события изменили ситуацию. Я могу сказать, что половина населения активно не принимала россиянцев. Ну, как активно. Точнее, пассивно, но в душе активно. Я бы так сказал. Знаешь, я помню все эти победобесия, когда они приезжали со своими колорадками в мозгах и везде в нашивках. Они же 9 мая куда ехали? Ну, куда они ехали? Они ехали в Минск. Понимаешь? А больше еще некуда. Ну, больше некуда, да, отмечать. Они там собирались, кучковались, ходили по барам. Я помню это отстранение, когда с ними не хотели садиться рядом, когда их не очень хотели обслуживать, когда это, знаешь, такое сквозь зубы. Это было. Я это помню по центру. Когда могли выкинуть чемодан-вокзал России более активно, скажем так, граждане Беларуси. Вот. Поэтому я надеюсь, что эти настроения усиливаются. Они когда-то достигнут критической точки. Но пока так случилось, как случилось. А случилась трагедия, случилась драма. И если завтра пойдет так, для меня вот это самый большой страх. Понимаешь, сейчас уже драма. А если вдруг, тогда мы просто приравняемся к оркам на десятилетие. И это тоже драма. Я в плане крови, которая может оказаться в прямом смысле на руках белорусов. Белорусов. Ну, есть что есть. Я вот тебя не про белорус хотела спросить. Наверное, последний вопрос. Сильно не буду тебя выдерживать. По поводу итогов, вернее, конца войны. Ты помнишь, Кирилл Буданов обозначил некие там рубежи. Он говорил, что в серпне у нас будет определенная активная фаза. Но мы уже, кстати, чувствуем контрнаступление и видим, что происходит. А максимум в следующем году мы уже можем подойти и к победе. Подожди, подожди. Я к чему вопрос поклоню. А вот когда мы смотрим западную риторику условно многих западных военачальников, они говорят об очень длительном растянутом процессе, который закончится переговор. При том, что общие разведки, я имею в виду взаимодействие разведок есть. Есть взаимодействие интересов. Есть постоянные конструкции в общении и так далее, в коммуникации. Почему такое расхождение и где все-таки вот такому человеку, как я условно, который ждет, ждет и ждет, а это каждый человек в Украине, на что надеяться? Ну, на чудо точно не надо надеяться. И в данном случае вот эти слова Кирилла Буданова, мы все хотели, чтобы он был прав, но по-моему оно немножечко отдает таким политическим заявлениям, то есть намерениям. Ну и, собственно говоря, подчиненные Кирилла Буданова, они принимают непосредственно участие, чтобы было так, как он сказал. Может быть, по-разному. Россия страна большая, мощная страна в военном плане. Можно назвать ее как угодно, можно использовать какие-то, может быть, обидные слова на тему, что российская армия не сильная, длинная или еще что-то. Но там много снарядов, много танков, пусть это танки старые, но тем не менее они есть. Или готовность российской власти продолжать войну тоже есть. А мы со своей стороны, ну здесь такого из негативного, мы полностью зависим от западной военной помощи финансовой. И по большому-то счету вот этот переговорный процесс, он зависит очень сильно от западного взгляда и ситуации. Пока на Западе понимают, что современный вот этот вот гитлеризм в путинском обличии нужно все-таки оккупировать. И когда есть такая страна, как Украина, которая готова воевать, то, конечно, для них дешевле нам просто дать денег и танков. Это, еще раз, это не благотворительность к стороне. Это вопрос их выживания. Потому что в противном случае придется им воевать, их солдатам умирать. То есть для них эта ситуация, когда все видят серьезность намерений Путина, она абсолютно выгодна. Но я говорю о том, что время идет, а вот мы украинцы любим сказать, что нам надо 2 миллиона 18 хаймерсов, а нам дали только 4, а потом неожиданно их уже оказалось 12. смысл в чем, что вот эта позиция Украины, что мы ждем и рассчитываем исключительно на западную помощь, а в публичном плане это выглядит именно так. Мне кажется, это подход достаточно ошибочный. Я не в плане зрады, но просто хочу сказать, что у нас есть зелеботы или парохоботы, такое было явление до войны. Так вот, чтобы и тех, и тех помирить, я могу сказать один факт, что за 8 лет в Украине не был построен завод по производству боеприпасов. О чем можно говорить далее? То есть я к тому, что когда российское государственное телевидение называют гигантскую часть нашей страны российской территории, то рассчитывать, что они быстро сольются, ну, наверное, не стоит. Тут есть, конечно, всегда есть окно возможностей, потому что на России это страна такая, завтра Путин скажет, что давайте проявим добрую волю, и они сразу переобудятся, то есть у них это возможно. Но пока нет, я не вижу этих предпосылок, что они давай так, воевать придется долго. Вопрос в том, что на каком-то этапе они могут просто сказать вещи, собрать вещи и сказать, мы победили и свалить к себе в Российскую Федерацию. Но чтобы это решение было принято российской властью, их надо активно отстреливать в Украине, чем мы занимаемся. Короче, давай исходить из того, что Будана вправ. А в эффект табакерки с Пусином ты не веришь уже? Да, я понимаю, что это как с нападением Беларуси. Тут или да, или нет. И я теперь в связи с тем, что опираясь исключительно на логику, я в своих прогнозах ошибся в части нападения России на Украину. и все наверное согласятся, что с точки зрения российского интереса в этом действии нет никакого смысла. То есть это безумие. Безумие, сумасшествие еще раз с точки зрения российского интереса. И поэтому раз я тогда ошибся, я теперь стараюсь такие однозначные ответы не давать. А в эффект табакерки может еще быть малярийный комар, может быть ковидный вирус, да все что угодно. Может кирпич упасть, может же упасть, может просто Алина его придушит трусами. Все возможно. Но это да или нет. Рассчитывать на это не приходится. Конечно. Помнишь просто как мы ждали все подсознательно первые пару месяцев. Психология людей, а вот украинцы мы тебя тут считаем уже украинкой в данном случае, она такова, что мы хотим хороших простых решений. Поэтому часто в украинских аудиториях, особенно на первых этапах войны в 2014 году, кто-то услышал слово санкции, потом задавали мне, я обычно в Москве работал, приезжал сюда, мне в течение первых шести лет войны или семи задавали вопрос, когда развалится Россия. я говорю, откуда этот вопрос? Ну, они говорят, ну, санкции. Я говорю, ребят, я не знаю, в каком вы мире живете, но, конечно, можно исходить из двух опций, она развалится или нет, но, скорее всего, надо строить свою жизнь таким образом, что рядом сильный безумный сосед, а если вот она развалится, это будет бонус-плюс от боженьки, который верит в великих укров. В общем, ну, я, как это, проведение, оно всегда есть, но лучше готовиться к худшему варианту. Ну, что, будем надеяться все равно при подготовке к худшему, что боженька верит в великих укров. Слушай, если бы было не так, то нас бы уже не было. Спасибо. Спасибо. Дякую. Все бы до Украины не живи, говорите. Живи вечно. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Романа Цамбалюка и на канал Миновито Онлайн. Делитесь этим видео, ставьте лайки, а то мы так заговорились, что я сама прям и забыла сказать. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова